Продолжается программа «Разворот на бизнес». Студия Николая Голиков и Светлана Занько. Новый двигатель. По каким правилам теперь работает рекламный рынок Кирова? Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Состав гостей у нас немножко сменился. Юлия Двойничникова, директор муниципального казенного учреждения. Городская реклама нас покинула, но к нам присоединилась Ирина Медведева, руководитель регионального отделения «Союз дизайнеров России». Ирина Валерьевна, добрый день. Добрый день. Да, Светлана Куклина, генеральный директор компании «Вятский торговый дом» по-прежнему с нами. Светлана Советник, Вятская торгово-промышленная палата по экономическим вопросам. И Павел Сырцев, председатель комитета по рекламе в Вятской торгово-промышленной палате, учредитель рекламного агентства «Дизайн-экспресс». Мы продолжаем разговор. 211 номер телефона прямого эфира. Вы можете тоже участвовать в нашем разговоре, поскольку эфир прямой. И вот надо сказать, что не зря мы пригласили Ирину Валерьевну, потому что в первом часе уже несколько раз мы обращались к визуальному исполнению конструкции. И вот Алексей Обжерин, который был с нами по телефону в эфире, он сказал, что крайне необходимо вернуть должность главного дизайнера в городе. Вы как относитесь к этому предложению? Вы как дизайнер считаете ли необходимым такую должность вводить? И, ну, это первая история, естественно, но и дальше ваше мнение общее о дизайне рекламы, которая сейчас в нашем городе присутствует? Ну, во-первых, скажем сразу же о дизайне рекламы, который у нас в городе есть. Полярность большая, есть качественная, хорошая реклама, но есть и реклама, которая не должна уже появляться в 20-м годе, 21-го века на улицах. Она низкопрофессиональная. Может быть, и для этого следует вводить, не только для этого, но следует ввести должность главного дизайнера города, потому что это должен быть рулевой, который профессионально, который компетентно мог бы вот эти вопросы решать. А вот мы сейчас у бизнеса спросим, насколько необходимо. Вы считаете, чтобы был какой-то единоначалие и какой-то контрольный, может быть, орган, если не человек? Давайте мы спросим у Светланы Анатольевны. Вот знаете, как скажу. По большому счету, конечно, бизнес тоже за красивый облик города, но на практике, сталкиваясь, когда появляется какая-то необходимость каких-то действий и согласований, это все не работает. Вот аналогичная ситуация, это сейчас фасады, которые нужно согласовывать тоже с городом. Фасады в отношении рекламы? Нет, не в отношении рекламы. Если ты хочешь взять реконструкцию фасады или ремонт, ты должен выходить на комиссию и согласовывать. Примерно та же история, то есть, чтобы город был красивым, необходимо, чтобы кто-то это согласовал. Значит, фактически это сделать очень сложно, потому что члены этой комиссии имеют диаметрально противоположное мнение. Сами, внутри комиссии. Сами, внутри комиссии. И вот имея опыт, опять же, выхода на эту комиссию, ты можешь выходить один раз, идти перерисовывать проект, оплачивать его стоимость. Ты выходишь второй раз, третий раз, идешь на личные какие-то консультации. Один говорит, я вижу это в черном, другой говорит, я это вижу в голубом. Ну, это на самом деле так. То есть, никак не можем прийти к какому-то решению. Мало того, ведь видение, скажем так, города, оно преследует одни цели. А видение бизнеса, оно преследует несколько другие цели. Для нас важна коммерческая составляющая и в рекламе, и даже в тех же фасадах, скажем так. У нас есть конкретные цели и задачи. Ведь, скажем так, то, что гармонично, например, с точки зрения дизайна, оно может не работать с точки зрения маркетинга. Как раз в маркетинге работает то, что вовсе не гармонично, потому что гармония, она ложится и воспринимается, как что-то вот здесь так красиво встроено. Поэтому, на мой взгляд, вот это будет такая зона нестыковки, такое усложнение, даже не всегда, как это будет работать. То есть ты запускаешь акцию сегодня, здесь и сейчас, тебе надо какое-то короткое время ее воплотить, и ты попадаешь в город для каких-то согласований, где можно там на годы остановиться, скажем так. Я здесь соглашусь, Ирлана, потому что мы это уже проходили, и, к сожалению, этот субъективизм, который существует, принятие одного человека, либо это коллегиальное, которое, ну, диаметрально противоположность, не приносит для представителей бизнеса какого-то, ну, скажем, удовлетворения, мягко говоря. Поэтому в рамках нарушений есть комиссия при УФАС. Пожалуйста, рассматривайте это нормально, абсолютно действующее. Я там сам принимал участие орган, который на сегодняшний день, ну, наверное, единственный, кто выносит те или иные экспертные заключения, потому что там собраны действительно эксперты и от делового сообщества, и от дизайнеров, и, естественно, администрации в том числе. Соответственно, ограничивать, как уже прозвучало мнение, те или иные возможные акции, в том числе, ну, достаточно сложно, если они не противоречат законодательству, если они сделаны по определенному алгоритму, да, я соглашусь, там бывает не все красиво, и мы тоже это иногда замечаем, подсказываем, как нужно поступить. Но вот пока зарегламентировать это невозможно на 100%. Поскольку мы, Светлана Анатольевна, ну, после первого перерыва, буквально через несколько минут отпускаем, поделитесь своим опытом, пожалуйста, ваше рекламное объявление, конструкции, баннеры, ваших предприятий, кто придумывает, кто визуализирует, кто исполняет, чьими силами? Ну, есть специальная служба, которая занимается, там, это маркетологи, они это… Нет, придумывают это, конечно, работники коммерческой службы, то есть ведь реклама, она идет за продуктом, и каждый раз, размещая рекламу, ты представляешь конкретные абсолютно цели, что ты хочешь сделать здесь и сейчас. Я всегда говорю, сначала рождается продукт, а реклама бежит до гонку, и она абсолютно будет разная. Маркетолог это уже, или дизайнеры, это те люди, к которым мы обращаемся в конкретных и разных ситуациях в зависимости от сложности поставленной задачи. То есть если задача простая, просто текст сообщения, это может сделать просто рядовой специалист. Если нам нужна какая-то красивая художественная картинка, мы можем привлечь специалистов, которые действительно это сделают красиво. Но это ваши внутренние сотрудники? По-разному. Это могут быть и внутренние работники. Если задача более сложная, мы можем на аутсорсинг куда-то это отдать, обратиться. В любом случае надо обращаться к специалистам, точно так же, как в плане производства наружной рекламы. Огромное количество сейчас у нас, кто только не делает макеты, и кто только не делает наружную рекламу. Соответственно, мы видим на фасадах, и часто люди негодуют, почему там вообще это появляется. Так вот, как раз вопрос об этом идет. Обращайтесь в компании, которые могут обеспечить качество и дизайна, и, соответственно, изготовления. Но компания, компания и розними. Конечно, согласен, согласен. И опять же, тут тоже есть субъективизм. Этот владелец предприятия считает, что это красиво и требует вот такого исполнения. Это всегда будет. Другой требует другого. И в результате получается непримиривое противоречие. То есть тоже вкусовщина возникает положим. Абсолютно верно. Поэтому вот я не сторонник того, чтобы однозначно вводить какую-то должность. Вот нельзя или нельзя делать. Да, субъективизм будет, споры будут. Ну, сами знаете, в искусстве мне нравится, мне не нравится. Это будет так же, как и в дизайне. Но все-таки какие-то интересы соблюдать эстетически вот все равно надо. Потому что мы за красивый город. В Уфас, да, я сама вхожу в этот экспертный совет, в Уфас по рекламе. Но в Уфас мы уже видим по факту нарушений. Оно уже висит. И пока процедура Уфас пройдет до суда или до каких-то предписаний, все уже увидели. Все это посмотрели и все у себя в голове отложили. Да, эту рекламу, значит, она есть. Значит, она в широком пользовании. Да, значит, это хорошо. Вот тоже Уфас это хороший орган, но это по факту. Нет, но здесь получится тогда Уфас хорошо. Это уже контроль по факту. Конечно, да, да. Но если сделать еще к этому и входной контроль, то... Знаете, это просто, мне кажется, похоронит окончательно рынок бюргордов. И совершит администрацию и бюджет доходов и тех, которые они сейчас получают. Пока эта реклама висит, она работает. Собственно говоря, она работает сейчас и здесь. На это и рассчитывает вот эта вот реклама ниже пояса, простите. Они на это и рассчитывают. Наплевать, нам хватит этого месяца, пока до нас дойдет предписание. Нам хватит, мы эти деньги уже вернем. Ну, вот они этим и пользуются, они добросовестные. Ну, там, смотря какие деньги, они не все могут вернуть. Ну, я условно говорю, конечно. Разные штрафы иногда не доказаны. Мы это уже проходили. Это не тот механизм каких-то должностей согласования. Это очень сложно и очень долго зачастую бывает. Это долго, согласен. И для других городов, там, точно так же, это вопрос, он до сих пор не решен, действует в рамках соответствующего законодательства. Вопрос оперативного управления в СССР. Нет, вы понимаете, я как представитель бизнеса, я всегда говорю, я буду искать более легкий и простой путь. Если мне проще отрекламироваться в интернете, на телевидении, провести какую-то акцию или идти в администрацию за каким-то этапом согласования, поверьте, я выберу более простой путь. Мы же точно так же сравниваем с возможностями интернета. Там нет цензуры, сами понимаете. Ну, есть какой-то кафе. Ну, на уровне дизайна, может быть, ее нет. Да, да, да. То есть для предприятия, для человека, что бы он ни придумал, проще сделать это оперативно, быстро, с донесением до конкретного потребителя нужной информации. Сроки, сроки, бюрократия, зарегулированность. И так, сложности, которые там существуют сейчас, еще усугубляют, если там что-то будем дополнительно вводить. Прервемся буквально на 20 секунд. В этом перерыве попрощаемся со Светланой Куклиной. Спасибо вам. И продолжим с нашими гостями. Новый двигатель. По каким правилам теперь работает рекламный рынок Кирова? Это тема разворота на бизнес. У нас в студии Павел Сырцев, учредитель рекламного агентства «Дизайн-экспресс» и председатель комитета по рекламе Вятской торгово-промышленной палаты. Ирина Медведева, руководитель регионального отделения «Союз дизайнеров России». И вот сейчас мы упираемся в тот вопрос, который уже несколько лет обсуждается в Кирове. Есть первые разработки. Была первая концепция разработана и не прошла через городскую думу. Мы говорим о дизайн-коде. Тот самый дизайн-код, который, по мнению многих специалистов, которые занимаются урбанистикой, а надо сказать, что урбанистика – это не просто веселые картинки того, как выглядят фасады, дизайн-код улицы включает в себя сразу, чтобы отсечь какие-то по этому поводу рассуждения, включает в себя серьезные социологические исследования, замеры улиц, ширины, длины, высоты, столбов световых, и к ним уже тогда фасады, и в том числе размещение рекламных конструкций. Вот этот дизайн-код улицы Ленина пока что не прошел через депутатов, потому что они сказали, мы не понимаем, зачем это нужно. И потом в частных разговорах говорили, а нам никто не рассказал. Правда, когда спрашивали, а что же вы сами не интересовались. И еще раз, вот вчера у меня был такой разговор, а к нам не пришли, вот ко мне лично, не сели, не разъяснили. Вот такая позиция вот есть. Но окей, это отдельная история про депутатов. Мы сейчас имеем в виду бизнес тоже, дизайн и визуализацию. Дизайн-код в отношении как раз рекламных конструкций призван снять вот этот, как Алексей хорошо сказал, эффект Шанхая, гармонизировать общий облик города. И по утверждению тех служб и тех городов, куда внедряется дизайн-код, специалисты говорят, что как раз он работает на развитие бизнеса, потому что убрав весь визуальный шум, ты больше высвечиваешь присутствие конкретного бизнеса на этом месте, и люди обращают на это внимание. Вот ваш взгляд, Ирина Валерьевна, а конкретно на необходимость внедрения дизайн-кода? Ну, я являлась одним из членов рабочей групп, которая как раз разрабатывала пилотный проект дизайн-кода улицы Ленина. Поэтому, конечно же, он нужен, этот дизайн-код. Это подтверждает, это не наша блажь, это подтверждает практика других городов, где он внедряется, по-разному внедряется, где-то тяжелее, где-то легче проходит. Тоже бывают проблемы и с властью, и с бизнесом. Но, тем не менее, да, практика показывает, что это работает, и он нужен, а особенно нужен, если мы говорим о сохранении исторического облика, исторической части города. Ну и правильно, Алексей сказал, обжирен, убрать вот это одеялко пятнистое, которое сейчас делается, которое на улицах у нас сейчас происходит реклама. Потому что рекламный шум, он мешает восприятию, в принципе, визуальной информации и просто информации. Но, надо сказать, не только в исторической части города применяется дизайн-код. У нас уже есть районы, которые отстраиваются с принципами дизайн-кода. Достаточно обратиться, например, в микрорайон Знак. Там вот очень хорошо просто видно, там за ипподромом несколько застройщиков строят. И вот на одной территории мы видим все те же баннеры большие, растяжки и так далее. Тут же рядом стоит, например, тот же знак, где применен дизайн-код. И мы спрашивали здесь в студии у застройщика и тех, кто сдает эти помещения, страдает ли от этого бизнес. Было заявлено, что нет, не страдает. Здесь нет пока представителей. Может быть, Павел нам пояснит. Но не страдает, и все видно, и люди очень довольны. Что ты думаешь, я к Павлу обращаюсь, давно знакома. Что ты думаешь по поводу дизайн-кода и бизнеса? Где здесь может произойти стыковка? Потому что мы видим все-таки яростные споры по этому поводу. Вы знаете, есть система, а есть отсутствие системы. Когда система есть, то в ней все работает. И в том числе работает и наружная реклама, и средства наружной информации. Если это определенным образом регламентировано и сделано это в публичном обсуждении, доступно для общественной в том числе, то эффект будет, я думаю, что для всех абсолютно закономерным. То есть специалисты, которые разрабатывают концепцию, они, естественно, должны более активным образом, может, это объяснять, доводить в том числе до депутатов, которые, к сожалению, не поинтересовались той работой, которая была сделана, ну, скажем так, некогда было, может быть, возможности не было. Соответственно, если это разработано, если это не затрагивает интересы ни предпринимателей, ни в том числе... Ну, скажем, не ущемляют. Не ущемляют, конечно. Это нормальное явление, и в определенных рамках действовать будут все одинаково. Но как же не ущемляют? Ведь есть предприниматели, которые как раз занимаются размещением старых видов форм рекламы, этих же растяжек и этих же баннер. Конечно, они будут строить. Растяжки запрещены. Запрещены. Баннеры и все остальное. Ну, знаете, здесь уже вопрос, опять же, в профессионализме использования тех или иных направлений. И баннер может выглядеть красиво, и сделанный со вкусом, и оформление это может быть в витринных, в том числе конструкций, которые присутствуют на той же улице Ленина. Конечно, она длинная, она проходит через весь город, но она затрагивает основную историческую часть города Кирова. Конечно, что-то, возможно, придется переделать и довести до какого-то там уровня. Но на это будет дан в любом случае срок. А вы, Павел Николаевич, ознакомились с концепцией дизайн-кода улицы Ленина? Я, к сожалению, всецело не изучил этот документ, но я... А ведь вас непосредственно это касается. Да, но так как он в какой-то степени так же не был доведен до представителей... Как же не был доведен? Встречи было немеренное количество, тем более в сообщественном обсуждении. Дизайн-код, конкретно касаемо меня, то есть я знаю, что наш специалист знаком с этим документом, и есть даже были сделаны какие-то предложения касаемо включения в итоговый документ. Но момент, опять же, целостности и комплекса мер, который там учтен, ну, наверное, он в целом отвечает все равно духу времени. Вот я просто себе представляю, когда мы обсуждаем дизайн-код, действительно было много открытых обсуждений, и можно было напрямую поучаствовать в работе комиссии, но, кстати говоря, представителей бизнеса, особенно экспертного сообщества, которому выпрямлен для жителей Павла Николаевича, там не было не потому, что их не пускали, им все некогда, а потом принимается этот дизайн-код или там, да, вот на думу выходит... Или не принимается, когда на случай, в частности потому, что ни депутаты о нем не знают, ни экспертные сообщества. Депутат бы и спросил, может, у своего друга экспертного сообщества. А он тоже не пришел на то, что не пришел. Но этот вопрос-то все равно ведь зависит от тех, кто разрабатывает. То есть надо менять схему работы с предпринимательством. Вот этот вот основной момент. А мне кажется, что вы сейчас... Вот, коллеги, вы начинали с того, вы, Павел Николаевич, прежде всего, что необходима совместная работа. Можем ли мы говорить, что виновата там администрация или группа, которая не пришла и не рассказала, что-то бегать, догонять, что ли? Дело не в этом. Они должны хотя бы пригласить и дать возможность людям высказаться. Можно я прокомментирую? Пригласить, высказаться. Значит, во время, в процессе работы группы у нас было несколько встреч. Официально приглашали и депутатов. Дальше приглашали представителей. Когда у нас была одна из первых презентаций публичных в галерее прогресса, мы приглашали, прям персонально раздавались приглашения. В Герцанке тоже? Помимо... Это после Герцанки уже было, там после доработки. Персонально по всей улице Ленина, которую часть мы презентовали, персонально тот бизнес, который работает, живёт на этой улице Ленина, персонально раздавались приглашения. Пришло три человека из 50-ти, которые раздавались приглашения. Если бы меня пригласили, я бы обязательно пришёл, поверьте. Вот, Павел Михайлович, а это хорошая история. Расскажите, пожалуйста, очевидно же, да, что пока вместе начнём собираться, ни на последнем этапе не получится. Но ещё раз, это правда, ну, то есть я была свидетелем всего вот этого, уже дошли до персональных приглашений, потому что, пожалуйста, как сделать так, чтобы бизнес пошёл и вошёл, входил в эти комиссии, приходил на эти презентации, интересовался, а не игнорировал? Как нужно так приглашать? Вы, там, смотрели статистику, сколько у нас активных людей, сколько у нас людей, которые, ну, скажем так, асоциальны. То есть в лучшем случае из 100 человек 3 человека готовы в чём-то принимать участие. Ну вот здесь же непосредственно бизнес-интересы затронуты. А из тысячи, если смотреть более, в лучшем случае там 10. Нет, проблема-то есть. Смотрите, вы сами её ставите, что бизнес должен быть включён на всех этапах и на начальном топе тоже. А сейчас вы говорите, что бизнес всё равно не включается, потому что вот неактивные люди. Что делать-то с этим? Я представляю сегодня в том числе торгово-промышленную палату, говорю, что эта площадка всегда открыта. Если бы эта информация хотя бы каким-то образом уходила... Была через торгово-промышленную палату была информация. Я, как председатель комитета, эту информацию на себя никоим образом не получал. Соответственно, если бы это касалось непосредственно рекламной сферы, мы бы в любом случае донесли до членов палаты, и кто-то бы смог обязательно поучаствовать и высказать свою точку зрения. Я в том числе. Вот очевидно совершенно, что комитет, который вы возглавляете, там комитет по рекламе торгово-промышленной палаты, должен быть непосредственным участником этого процесса. Конечно, согласен. Что сейчас нужно сделать? Ну, то есть, если не говорить, приходите к нам и приглашайте, вы-то встречный шаг можете сделать? Прямо сейчас в эфире сказали. Просто пригласите эту группу к себе на заседание комитета. Приходите, давайте мы на комитете обсудим. Если они к вам не идут, вы к ним привезете. С удовольствием. Придем с удовольствием. С удовольствием расскажем. Просто договоритесь, слейтесь. Мы придем обязательно. Сейчас вот какой вопрос. Ведь планировалось каким образом, если... Ну, немножечко предысторию расскажу вот этого вопроса. Почему именно улица Ленина и почему именно вот сейчас и так? Значит, улица Ленина взята как пилотная часть, потому что, а, это магистральная улица, б, это историческая часть и типовая застройка в том числе. Мы планируем, а дальше надо делать весь город. И поэтому на улице Ленина мы просто хотели показать, попытаться, представить, что это будет. Попробовать именно для того, чтобы горожане, бизнес, понимали, что это и куда идет. А дальше предполагалось вот через эту улицу Ленину... Отработать механизмы, правила? Отработать на ней механизм какой-то. Ну, примерное правило, потому что они все равно будут еще уточняться в дальнейшей работе, должны будут уточняться. Дальше надо отрабатывать весь город. Этот вопрос стоял, но для этого нужны деньги. Вот мы, которая рабочая группа, мы волонтеры были. То есть мы отрывали свое рабочее время, свободное время отрывали, но мы шли и делали. Вот то, по сути дела, за что люди хорошие деньги получают, честно скажем. Поэтому мы сделали это, потому что нам не все равно, нам хочется видеть красиво. Но дальше нужно делать весь город. Вот это деньги, потому что город большой, это три зоны планировалось поделить. Историческая часть, типовая застройка и застройка смешанного типа, так называемого. Это где и промышленная застройка идет, и жилая застройка, например, Коминтерн, вот те районы, допустим. И вот дальше по каждой вот этой вот зоне должны были быть свои определенные рекомендации. По исторической части они более жесткие, потому что нам надо сохранить с вами аутентичности исторических фасадов. По остальным частям они менее жесткие, они более такие вот гибкие правила. Но это надо было делать, это был второй шаг. Но я, кстати, наблюдала несколько предпринимателей, которые активно принимали участие в обсуждении. В частности, вот, кстати говоря, вот в этой рабочей группе состоял также... Да, Андрей Березин. И надо сказать, что его позиция, вот я видела, как она менялась со временем, потому что у Андрея очень хороший пример. У них и в исторических тоже зданиях, у «Глобуса» есть свои предприятия, и предыцентр, очень много центра. И там тоже были такие истории о том, когда компания за свой счет делала практический проект на документацию вместе с фасадами, что-то переделывали там. И что нам опять переделывать, говорил Олег, например, два года назад. А год спустя уже говорил, что да, пожалуй, вот так вот лучше будет, и будет работать и играть. Но это когда включенности есть. А потом он говорил, что я не пойду к вам на заседание рабочей группы, вы мне скажите, как я должен сделать, я это сделаю. Вот уже к этому пришли. Вот в итоге, да. Это личная просьба просто Павлу Николаевичу на каком-нибудь ближайшем буквально там собрании рабочей группы по рекламе в торгово-промышленной палате прямо взять этот конкретный вопрос и не один, наверное, раз, а включиться на постоянной основе. Приглашайте. Придем, да, это обсуждание. Дело-то вот даже не в гостях. Приходите к нам в гости и расскажите. Нет, это обсуждение, конечно. Это должна быть даже не обсуждение. Совместная работа, постоянная. Я не знаю, вы согласны, Павел Николаевич, с этим? Да, конечно. Постоянная, совместная работа. Прервемся на короткую рекламу. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Новый двигатель. По каким правилам теперь работает рекламный рынок? Продолжаем разговор. И осталось у нас последние 13 минут. Павел Сырцев, председатель комитета по рекламе в Ядской торгово-промышленной палаты, учредитель рекламного агентства «Дизайн-экспресс» и Ирина Медведева, руководитель регионального отделения «Союз дизайнеров России», 211-101, номер телефона прямого эфира. Мы тут за дизайн-код сражались до перерыва. Павел Николаевич сказал, что комитет по рекламе в торгово-промышленной палате присоединится к работе над дизайн-кодом, но это очевидно совершенно, что это должна быть просто часть рабочей группы, люди, которым эти предметы занимаются. Просто немножко даже удивительно, что для того, как вопрос был вынесен на обсуждение городских депутатов, именно такой инструмент, как торгово-промышленная палата, не был задействован. Меня это удивляет. Он был задействован. Его задействовали. Если профильный комитет оказался в стороне. А вот то, что профильный комитет оказался в стороне, это другой вопрос. Но то, что торгово-промышленная палата с самого начала и каждый раз получала сведения, это 100%. Мы сейчас говорим не о том, кто виноват, а как нам этот механизм наладить. Мы говорим как раз о том, как это исправить, ситуацию, чтобы она нормально заработалась. Совершенно верно. Потому что очевидно, что если бы бизнес вышел на Гордуму, и он бы объяснил, почему они за, например, то, конечно, депутаты, наверное, уже и по-другому бы воспринимали. Это в первую очередь смотрят, когда в бюджет, поправки в бюджет. Если нам предложена какая-то сумма, и люди не понимают, на что эти деньги будут в дальнейшем израсходованы, сложно делать. Хотя реально урбанистические все вопросы стоят грандиозных средств. Это я там знаю не понаслышке. Любые концептуальные, скажем, вопросы, которые могут быть решены благодаря исследованиям, они достаточно дорогостоящие. Если мы хотим работать и жить в перспективе, в красивом городе, мы должны какие-то средства закладывать. В том числе эти средства могут быть найдены из тех доходов, которые реклама приносит городу Кирову. Изначально, когда мы разрабатывали вообще, дизайнер спросил, у истоков разработки вот этих всех правил наружной рекламы, это задумалось, чтобы средства можно было реинвестировать в том числе в украшения, в оформление города Кира. Сейчас, к сожалению, из этих средств поступают, ну, крохи. То есть, там 30, на сегодняшний день, по прошлому году, 32 миллиона 868 тысяч рублей от рекламы город заработал, от размещения средств, то, что отторговано по конструкциям. Хотя эта цифра была существенно больше до введения поправок, опять же, 7 лет назад. Город зарабатывал больше, порядка 36-37 миллионов зарабатывал. То есть, сейчас эта сумма уменьшилась, но она была еще меньше, она там опускалась до 26 миллионов в 2012-13 году. То есть, в 2015 году она была там еще существенно меньше. То есть, сейчас хотя бы за счет легальных конструкций эту сумму удалось поднять администрации города. Так вот, эти средства, в первую очередь, и должны реинвестироваться. Я считаю, что это серьезные инвестиции, и они есть. Есть возможность выделять. И я думаю, что Елена Васильевна Ковалева услышала этот момент. А он был озвучен на круглом столе, о котором мы говорили сегодня. Он был озвучен мною, что средства, которые поступают, в том числе, по этой статье, ну, так как предприятия, городская реклама, казенные учреждения, то есть, они неокрашенные, попадают в бюджет и становятся обычными средствами для расходов на городские нужды, в том числе. Соответственно, эти деньги есть. Их можно определить хотя бы в рамках этих же поступлений на развитие городской инфраструктуры или концепции развития городской инфраструктуры. Украшения города к празднику. То есть, то, что сейчас тратится, это копейки, там, 3 миллиона, условно говоря. Но это не те суммы, которые город заслуживает, чтобы в него ежегодно инвестировали на городские праздники и мероприятия. Ну, в этих же средствах как раз могли бы быть и средства на дизайн-код. Конечно, конечно. Ежегодный, распланированный. Там речь шла о чем? О 7 миллионах, насколько я помню. Да, речь шла о 7 миллионах. То есть, они легко вписываются в эту сумму. Конечно. Конечно. И вот, когда мы называем, конечно, Москва – это другое государство. Когда мы слышим суммы, исчисляем миллиардами рублей, которые город тратит на те или иные праздники, это красиво, да. Но наш, извиняюсь за выражение, нищий город, по сравнению с Москвой, ну, выделить хотя бы что-то для того, чтобы, ну, как бы проявить свою аутентичность, вполне возможно. То есть, бизнес сам выступает за то, чтобы средства, которые они платят за рекламные конструкции, за рекламу, реинвестировались в облик города. Мы предлагаем это делать, и это нормальное, абсолютное явление. То есть, они вернутся потом с лихвой. К тому же, дизайн-код – это благоустройство, но системное. Потому что то, что сейчас тратятся вот эти деньги на благоустройство, это хаотичное. Здесь залатали, там залатали. Это латание, да. Да, а если оно будет дизайн-код, и можно следовать чётко ему, то есть, это, по сути дела, это такой свод правил и шагов. То туда сводится всё. Туда и БКД, и безопасные качественные дороги, и капремонт, который у нас висит с миллиардами. Если мы за фасады заговорили, за те же, да, и за крыши, и за прочее. Вплоть до козырьков, до фонарных столбов, до лавочек, скамейчик, и вплоть до ситуационных и событийных каких-то обустройств города. Что тоже, на самом деле, работа с бизнесом. Потому что, ещё раз, где лавка поставлена у магазина или не у магазина, или у кафе, не у кафе, раз, где какие праздники проводятся, и бизнес, который на этой находится, находится два. И как мы украшаем это, и как мы располагаем бизнес так, чтобы ему комфортно было, и горожанам было удобнее. Широкий или тротуар, большой или поток людей здесь, да, или где парковка поблизости. Это всё вот интеграционные процессы, которые должны быть задействованы. Дизайн-код, он собирает их. Да, это аккумуляторники. Когда ты имеешь улицу или район, ты понимаешь, что там нужно сделать, и тогда из каких источников туда что должно подходить. Это конфликт, и в какой последовательности. Конечно, это опять-таки пошаговая инструкция действий. И бизнесу тогда понятно, как это должно выглядеть. И бизнес тоже тогда настаивает на том, что, ребят, вот мы платим, мы готовы, мы размещаемся, но где с вашей стороны там то, что запланировано? По этой дороге, по этому тротуару, по этому фасаду. Да. Таким образом. Ну, вы знаете, вот те, кто следит немножко бизнес вот за этими процессами, те, кому пришёл момент менять вывеску, либо они переехали, новая вывеска нужна, они обращаются уже вот с консультацией. А как сделать так, чтобы потом не переделывать? И вот делают они с условием, требованием, которые мы предлагаем в дизайн-коде, и они их выполняют, и это красиво смотрится. А с другой стороны, бизнес, который включён в дизайн-код, он сам будет двигателем и инициатором, когда вот к вам обращаются бизнесмены за вывесками. Да, да, да. Павел Николаевич, вы уже, вы сами говорите, профессионалы мы консультируем, то есть если вы в дизайн-коде, то вы тоже являетесь уже инициаторами, да, и трендмейкерами в этом отношении. И с этой стороны тоже пойдёт движение. Вы можете сказать, что это у вас не пройдёт, или это там нельзя плохо. Или это через два года снимут. Конечно. Совершенно верно. Мне кажется, у нас ещё какие-то цифры остались, Павел Николаевич, судя по бумагам, которые вы им принесли и подготовили. Нет, просто не хотелось бы их не озвучить, поскольку всё-таки у нас разворот на бизнес. Но основные цифры, чтобы тут не засорять эфир, наверное, уже были произнесены. Дополнительных, может быть, не стоит. Я единственное хотел сказать по предложениям, то, что, опять же, прозвучали в рамках комитета, чтобы хотя бы сгладить ситуацию. На сегодняшний день у нас заключаются договора всего лишь на пять лет на право размещения рекламных конструкций. То есть в большинстве городов это уже 10 лет. То есть чтобы ситуацию, опять же, с возможностью дальнейшего инвестирования, те же средства наружной рекламы, заключать договора не на пять, а на 10 лет. Хотя, ну, может, там кто-то неизвестно проживёт эта организация, там 10 лет не проживёт, но я считаю, что если человек инвестировал на 10 лет вперёд, то он 100% уже видит свою перспективу. И я думаю, что это неким образом ещё стимулирует развитие, опять же, рынка наружной рекламы в том числе. Естественно, что не хватает открытости. Администрация тоже уже, и Юлия Михайловна там знает, что у нас на сайте городской администрации, муниципального учреждения, казённых рекламов, мы не видим до сих пор реестра официально разрешённых конструкций. То есть у нас есть самых легальных конструкций? Да, да, да. Ну, к сожалению, там, в ряд, там, в силу финансовых. То есть эти моменты, опять же, там, развернуться к бизнесу, показать, где эта конструкция законно стоит, где незаконно. То есть это подспорье администрации, в том числе, там, себя каким-то образом подстраховать. И для предпринимателей, то есть знать, что эта конструкция легальная, её завтра не снесут. То, что она действительно там... А заказчику как это важно. Конечно, конечно. Я должна открыть карту и посмотреть, где стоят эти конструкции, которые мне наиболее удобно использовать. Да и желательно, чтобы там ещё флажок стоял на счёт её свободно, не свободно, чтобы можно было понять. Да, да, интерактивная такая история. Вот. Ну и, естественно, опять же, там, из таких рекомендаций была всё-таки работа по сносу конструкций должна вестись регулярно. Потому что конструкции непонятные, они появляются, они появляются каждый месяц. То есть что-то соответствует, что-то не соответствует, но они должны в любом случае там узаконены каким-то образом, если это средство информации... Если отключены в этот реестр. Да, если это средство наружной информации, как вывески, то есть там нет требований, если это средство наружной рекламы и находится там на том или ином участке фасада, конечно же, она должна иметь соответствующее разрешение. То есть здесь работа, она должна вестись постоянно. Но вот Ю Михайловна в этом плане, она, я считаю, что довела до... Двойничный клад, да? Да, да, да. Она за последнее время там сделали немного... Вернее, много сделали, чтобы количество незаконных конструкций стало существенно меньше. А что происходит на рынке? Вот я имею в виду компании или там частные предприниматели, владельцы конструкции. Их количество становится меньше или все-таки поддерживается какой-то баланс? Может быть, рынок монополизируется в этом смысле? Какие-то два крупных игрока или даже один? У нас есть там один, наверное, крупный игрок. Я думаю, что здесь... А он местный или он федеральный? Местный, местный. Дело в том, что это все равно бизнес. И риски за предпринимателя никто не просчитает. То есть если мы там для себя решили, что направление данное на сегодняшний день не приносит дополнительных как бы доходов. Соответственно, мы в это направление не инвестируем. То есть мы остановились на определенном уровне, занять бы это. Если человек, не просчитывая или, наоборот, просчитывая, каким-то образом считает, что нужно инвестировать и развивать там сеть конструкций, но это его в том числе... Ну, евористы, в конце концов. Да. Вот. Другой момент. Есть на сегодняшний день там уже сложившаяся вот она структура в городе существует. То есть занять те конструкции, рекламные места, которые есть свободные. Убрать с фасадов домов незаконную рекламу, ну, или по окончании срока действия и просто ее пустить на те конструкции, которые сейчас существуют, которые, пожалуйста, я считаю, что хотя бы за минимум средств все договорятся, каким-то образом найдут компромисс развивать свой бизнес. Ну, и, конечно же, социальная реклама, которая могла бы появляться в большом количестве на свободных местах. Опять же, там предложение к администрации было озвучено. Давайте ее вернем. То есть зачем свободные белые поверхности? Хотя бы бизнесу минимизировать эти издержки, чтобы он не платил, ну, скажем так, ни за что, а город получает или возможность, опять же, каким-то образом продвигать свои инициативы, либо огромное количество социальных проблем, которые можно уменьшить. Это, я говорю, там, те же наркотики, это курение, борьба с курением, это, ну, все, что угодно. Ну, вы правильно сказали, что кроме традиционных вот этих социальных сообщений о наркотиках, курении и алкоголе, есть действительно много важных гражданских инициатив, которые негде показывать просто в городе. Абсолютно те же 30 скверов, те же там культурные события какие-то, фестивали и прочее. Вот эта история. То есть здесь рекламный бизнес получит дополнительную, опять же, возможность минимизировать издержки. Но тогда город минимизирует издержки, а город сопротивляется. Почему? Потому что не хочет терять деньги за... Да, да. Но от этого, получается, и социальная инициатива не развивается, и бизнес теряет. И город деньги не получает. И город получает, по сути, копейки в общем бюджете, который не отправляется... Да, к сожалению. На какие-то важные такие вещи. К сожалению, тут вот такая ситуация. Но эти предложения все были на круглом столе озвучены. Конечно, они озвучены. Они сейчас будут в протоколе отображены и переданы в администрацию города для рассмотрения. Я надеюсь, они возымеют место. А в какие сроки будет получен ответ? Это сколько займет? Ну, это вот в ближайшие дни. А сколько будет рассматривать администрация? Ну, Юлия Михайловна, я думаю, что услышала. Она будет как-то здесь тоже стимулировать продвижение этих документов. Спасибо. Благодарим наших гостей. Павел Сырцев, Ирина Медведева. Разворот на бизнес завершен. Николай Голиков. Светлана Занькова. Всем хорошего. Всем всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok